Архитектурная жемчужина Самары на улице Алексея Толстого после долгой реконструкции открыли историческую мечеть. Здание построили в 1891 году, но у него была непростая судьба. Спустя 130 лет мечеть принимает прихожан в том облике, который изначально и был задуман. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, верховные муфтий России Талгат Сафата Джуддин, муфтий Самарской области Талиб Хазрат Ярулин и другие почетные гости. В конце 19-го – начале 20-го века мечеть была центром мусульманской жизни Самары и губернии, но с приходом советской власти здание переоборудовали сначала в детский дом, а потом в детский сад. Только в 2005 году мечеть вернули верующим, и с 2008-го началась работа по ее восстановлению и реставрации. В возрождении объекта приняли участие представители Самарской мусульманской общины, бизнесмены и все неравнодушные люди. Серьезную поддержку в реконструкции оказала губернатор Дмитрий Азаров. Это здание, безусловно, сегодня украшает столицу нашего региона – Самару. Уникальное архитектурное творение исторической мечети является региональным памятником. И я очень рад, что сегодня собралось столько людей, что приехали наши дорогие гости, чтобы разделить с нами эту радость. И, конечно, я хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто принял участие в восстановлении, реставрации мечети. Огромное вам спасибо! Восстановление этой мечети и других храмов. Сколько в него вложены силы, любви и радостей. Даже солнце выглянуло. Поэтому это восстановление нас, самих себя. Чтобы не было, жизнь, она проходит, а ценности, они вечны. Успит передать детям, внукам и правнукам. Пусть Самара процветает, цветущий край нашей великой отчизны России. В процессе реконструкции укрепили фундамент старого здания мечети, заменили инженерные сети, установили вентиляцию и пожарную систему, провели отделку фасада и внутреннюю отделку помещений. К исторической части мечети пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минорет с видом на Волгу. Для мусульманско-татарского общения это здание очень важно, потому что это является таким памятником, который говорит о том, что здесь ислам татар на берегах Волги, в нашей Самаре, они уже веками живут. Что мне больше всего понравилось, вот этот старый уголок, старый участок этой мечети оставили без изменений. По сути, логически, наверное, было бы красиво, если она была бы вся в белом цвете, но я думаю, в этом и фишка, чтобы все люди помнили, знали, насколько было тяжело изначально и как хорошо сегодня. То есть, чтобы они не забывали о благодарности Всевышнему за все блага, которые есть сегодня. И в то же время это напоминание об истории, потому что, ну, я думаю, история – это сила, история, она воспитывает нашу молодежь. Историческая двухэтажная мечеть вмещает от полутора до двух тысяч прихожан. Глаз радуется, смотришь на мечеть, поэтому, я думаю, это как бы важно и для Самары, самарский облик, то, что она улучшает. И вообще для всех людей, кто здесь и живет рядом, такая красивая мечеть, я думаю, это как бы небольшое сегодня событие, не ожидал, что столько людей соберется. Я как к ней появилась, мне сразу показалось, что это мое место. Она мне очень нравится, мне очень нравится вот эта арабская вязь. По всей видимости, все-таки зов крови есть, потому что я сама мусульманка, татарка, мне очень нравится. Мы уже прошлись по всем этажам, мы посмотрели, оценили. Говорят, лучший враг хорошего, лучше не надо того, что построено и создано, вот как Аллах дал людям мысли, вот так они это и произвели. Работы по развитию исторической мечети и прилегающей территории продолжаются. В будущем здесь планируют открыть спортивный зал, учебные заведения, проводить мастер-классы и занятия для детей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.